Хлопкоробы Туркестана теперь смогут реализовать свой продукт по 180 тенге за килограмм. Решение, которое позволит улучшить скачество жизни фермеров, принято местными властями и хлопкоперерабатывающими предприятиями. Кроме того, в области взяли курс на развитие несырьевого сектора и внутреннего туризма. Тему продолжит наши корреспонденты. В Туркестанской области приступили к реализации новых проектов. В числе главных – развитие хлопковой отрасли. К примеру, до сих пор самая высокая стоимость на белое золото в регионе не превышала 170 тенге за килограмм. Сейчас планируется увеличить стоимость на 10 тенге и выплачивать владельцам хозяйств субсидии в размере 12 тенге. Тем самым улучшить качество жизни почти 25 тысяч крестьян. Глава государства в ежегодном послании озвучил одну из приоритетных задач. Увеличение в 2,5 раза производительности труда и экспорта переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году. Для ее решения принята концепция, в рамках которой необходимо сделать акценты на обучение предпринимателей и привлечение современных цифровых технологий в агросектор. По поручению президента в ближайшие три года на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта государство намерено потратить 500 миллиардов тенге. Еще 600 миллиардов выделит Нацбанк на кредитование приоритетных проектов. Решение для предпринимателей Южного региона открывает массу возможностей. В частности, в сфере развития школьного туризма. Один из таких проектов – Улькетану. Мы должны знать все о своей стране, любовь к родине и к своей земле, родному краю. Именно такие цели преследует данный проект. Он позволит не только развивать школьный туризм в регионе, но и поможет сформировать у детей чувство патриотизма. Большой акцент в главном стратегическом документе страны сделан и на привлечение молодежи в сельскую местность. В этом направлении Тургестан тоже намерен реализовать ряд проектов. Улжан Сайдильдина, Райхан Тажибаев, Жандо Шумабек, Ербулат. Хабиш, Хабар 24, Тургестан.